В Кокшетау, в детской областной больнице, были зафиксированы сразу три детские смерти. Я звоню по объявлению СОЛХ. Мне нужен диплом. Какой? О медицинском образовании высшем. У вас есть такой? Сколько будет стоить? Так, медицинское образование, у нас только лечебное дело есть. Ага, подходит. Это сколько будет стоить? Почем нынче продают жизни людей? Как оказалось, сравнительно недорого. В стране от непрофессионализма медицинских работников гибнут люди. Причем не только взрослые, но и дети. А вы сталкивались с халатностью врачей? Напишите об этом в комментариях. Салем до стар. С вами Тимир Галиахат. Мы идем прямо по Кунаево. Трагедия произошла в одной из больниц Кокшетау. Буквально за несколько дней там скончались трое детей. В Кокшетау в детской областной больнице были зафиксированы сразу три детские смерти. 29 января это малыши 2022 года и 31 мальчик 10 лет. Если у двоих малышей были тяжелые неизлечимые заболевания, то 10-летний мальчик умер после обычного обрезания. Главный врач больницы утверждает, что все необходимые медицинские процедуры были проведены, но мальчика спасти не удалось. Получается ребенок поступил к намоковым. Так, получается, поступил еще ребенок североказахстанской области, село Ахудук. И поступил ребенок, получается, самостоятельно. Привезли его родители в 17.00. Миной, получается, приема ПКО ребенка подняли в отделение хирургии. Там было осмотрено полностью, ну, жалобами поступил ребенок на боли в область послеоперационной раны. Также состояние, когда наши сотрудники расценивали как тяжелое, можно сказать, даже как крайне тяжелое, медицинская помощь была оказана в полном объеме. То есть мы подняли сразу ребенка непосредственно, когда увидели, что состояние ухудшается в реанимации. В реанимации были проведены все мероприятия, которые оказываются в таких ситуациях, то есть реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, в 18.00-20.00 не констатировали уже биологическую смерть. То есть в течение 40 минут пытались завести ребенка, но не получилось. Предварительный диагноз мы ставим, не исключаем, конечно, за это время, пока ребенок находился, получил только обезбавляющий препарат. Не исключаются, конечно, такие диагнозы, как анофилактический шок, либо все-таки ТЭО. 28-го числа, в воскресенье, в нашей больнице было произведено, ну, это как бы операция, если не операция, так как циркунцизм называется, то есть исчезение крайней плоти. Это было произведено на нашей базе. Потом ребенок отпустил самбулаторную домой, и там получалось, соответственно, еще рекомендации врача. Самое обидное, что родители приехали в областную больницу, надеясь на качественное оказание услуги по проведению обрезания. Ведь несложная операция, ее и операция это сложно назвать. Но что-то пошло не так. При этом на четвертый день после процедуры пациент поступил в больницу в сознании с жалобами на боль в области послеоперационной раны, а умер, по мнению врачей, от анафилактического шока или тромбоэмболии легочной артерии. Я, конечно, не врач, но вас в этом ничего не смущает? Говорить о том, что же произошло на самом деле, я не могу. Это покажет экспертиза. Но факт того, что профессионализм наших медиков страдает, я отрицать не стану. При этом, конечно, есть хорошие специалисты, и их много. Но есть и прямая им противоположность. Некоторые учились как попало, думая, что и так сойдет, а некоторые и вообще не утруждали себя обучением, просто купив диплом. Моя коллега, ведущая проекта «Фракция Покажет», провела эксперимент, и вот что у нее получилось. Так, забиваю в поиски. Купить диплом РК. Так, что же у нас тут есть? Купить диплом. Цены начинаются от 85 тысяч. Ну, верхний предел здесь вряд ли кто-то напишет. Посмотрю еще на одном из популярных сайтов продаж. Так, здесь продавцов дипломов тоже немало. Мы нашли 956 объявлений. Диплом об окончании обучения. Так, диплом всех видов. Но здесь у нас объявлений тоже просто куча. Давайте попробуем позвонить одному из них. Алло. Алло, здравствуйте. Я звоню по объявлению с OLX. Мне нужен диплом. Какой? О медицинском образовании высшем. У вас есть такой? Сколько будет стоить? Так, медицинское образование. У нас только лечебное дело есть. Ага, подходит. Это сколько будет стоить? 200. 200 тысяч, да? А есть ли среднее образование? Ну, как типа я колледж закончила? Медицинский колледж, да, тоже есть. Тоже есть лечебное дело, фикшер. А на что по цене? Тоже 200. Тоже? А нет, ну, колледж 160. Колледж 160, да? А вообще вот самый... Если самый дешевый вообще у вас этот... Какая будет? Нет, ну, у нас такие только цены. Колледж 160, а... А, стандарт, да? Универ 200, колледж 160, да? Да, да. Да, стандарт. А через сколько готово будет? Пять дней срок. Хорошо. А он вообще, ну, он как настоящий, да, будет выглядеть? У меня потом проблем никогда не будет. Да, выглядит как настоящая бумага, хорошая, все, хорошее. Так, все, этот 200, этот 160, да? Все, хорошо, спасибо большое. Я подумаю, из чего перезвоню. Ага. И себе, да, хотите? Да. А, ну, все, тогда хорошо. Все, хорошо, спасибо большое, до свидания. Да уж, а подумать тут и правда есть над чем. Вот так, не прилагая усилий, за пять дней и 200 тысяч получить диплом. Неудивительно, что за прошлый год было выявлено 457 поддельных дипломов. И это при том, что не особо искали. Вопрос в другом. Насколько должны быть безответственными и самонадеянными люди, идя без образования в профессию, от которой зависят жизни людей? А вы знаете, что с дипломом по специальности лечебное дело можно работать практически любым врачом? Я не поленился и посмотрел, к каким специальностям дает доступ этот диплом. Вы только посмотрите. Акушер, анестезиолог, кардиолог, онколог, педиатр, врач-скорый и даже хирург. Вот это поворот, я скажу вам. Теперь я не удивляюсь, что многие врачи, чтобы поставить диагноз, пользуются интернетом. Все мы видим сейчас последствия, особенно в сфере медицины. То есть я далеко ходить не буду, даже мы сами сталкивались с тем, что врачи приходят и через гугл, понимаете, через гугл выявляют по симптомам, какая приблизительно болезнь и какие лекарства прописаны. И такое даже в быту уже есть, что врачи говорят, вон гугл забейте, какие лекарства. И потом, когда родители уже говорят, что вот, вот, вот. А ну все правильно, все правильно, понимаете. То есть сейчас можно назвать так, гугл-врачи, понимаете. Гугл-врачи, гугл-специалисты, гугл-педагоги уже, можно сказать, которые хотят работать, срочно работа появилась. Обычно как это происходит? Работа какая-то подвернулась, там родственник говорит, вот срочно вот нам нужен специалист, давай вот вакантное место. У меня нет диплома, ну давай что-нибудь придумаем. И потом ищут, естественно, такие форточки, где можно с кем-то договориться и приобрести этот диплом. А потом мы видим последствия этого. И ладно бы, если поддельные дипломы по медицинским специальностям были единичны. Так нет же, они в топе наряду с преподавателями. Догадывайтесь, почему? Люди, несмотря на ответственность, стремятся к высоким зарплатам. А то, что от этого зависит будущее, жизнь и здоровье людей, им наплевать. Почему же процветает торговля дипломами? Это на самом деле уголовная ответственность, но, на мой взгляд, эта ответственность очень-очень мизерная. То есть, смотрите, за подделку документов, допустим, да. Я понимаю, есть подделка документов там, где ты занимаешься, там, я не знаю, ремонтом автомобилей, там, если бы, допустим, это бы касалось, да, может быть, это не так важно. Но когда вопрос касается детей, лечения, медицины, где есть летальные исходы, то есть, это я бы приравнивал, наверное, все-таки к позиции, как покушение на убийство, как самоубийство, понимаете? Потому что это последствия, она и несет еще и себе колоссальный, то есть, не единожды какой-то момент, который может вызвать какие-то последствия, а может быть, даже массово вызывает. И представляете, за все это сейчас грозит всего лишь штраф. Ну, штрафом, как говорится, наших людей не напугаешь. А еще все это может делаться из-за границы. Это, к слову, не редкость в случае с подделкой документов. Так злоумышленники вообще не понесут никакой ответственности. И смотрите, 385-я статья, подделка документов, то есть, изготовление у нас подразумевает под собой до 2000 месячных расчетных показателей для того, кто подделал. А кто его использовал, там идет до 160 МРП. То есть, это не говорит, что утвердите на 2000 или 160. Это говорит, что до этого предела могут еще и снизить, понимаете? То есть, по факту, в таких случаях будет только штрафы выставлять, и все. И вот вроде на государственном уровне был создан портал, на котором можно проверить подлинность диплома. Запустили его еще 4 года назад, но до сих пор там содержатся данные только по высшим учебным заведениям и всего за два года, 2020 и 2021. Возможно, кому-то невыгодно, чтобы этот портал заработал в полную силу. А возможно, причина гораздо прозаичней. Элементарная коррупция. Возможно, финансирование неправильно прошло. То есть, знаете, финансирование на определенную сумму, как у нас обычно делают, выделили. Большую часть куда-то в другое русло ушло, а сейчас его нужно дорабатывать. Денег нету и не делают. Вот и все. Вот, понимаете, такой момент есть. Даже в моей сфере защиты правопотребителей разработали сайт, все так его пропиарили, все сделали. Но в результате сам, как говорится, сайт, который для этого подготавливался для защиты правопотребителей, он в полной мере не работает. Понимаете, про него забыли. Вот приблизительно и такая ситуация бывает. То есть, не всегда это может быть и заинтересованность, хотя исключать мы не можем. Но и может быть ситуация такая, что сейчас либо финансов нет, а тогда вопрос, когда выделяли, куда оно делось. Понимаете? С ответственностью за подделку документов и меры борьбы с этим явлением вполне понятны. А вот с ответственностью самих врачей все гораздо сложнее. В Казахстане ежегодно регистрируется более 300 уголовных дел в отношении медицинских работников. Но врачебное братство, оно же нерушимо и прикрывать или покрывать друг друга – это негласный закон, считают многие казахстанцы. Наверное, поэтому удается доказать один случай из десяти. А многие и вообще не хотят связываться, если ущерб был не очень серьезным. И вообще медицинское сообщество не признает такого выражения, как врачебная ошибка. Теперь ее даже так и не называют. Сейчас используют словосочетание «медицинский инцидент». А еще медицинские работники настаивают на том, что определять степень вины врача могут только врачи. Но это, по-моему, как отцу сказать обвинить сына. Есть справедливые, которые делают свою работу честно, а есть и те, кто откровенно покрывает халатность и ошибки. Об этом я поговорил с бывшим министром здравоохранения Ельжаном Бертановым. Панацея, наверное, все-таки объективное, честное расследование или экспертиза, да и постоянное профессиональное развитие внутри своей профессии. Сегодня вот это профессиональное сообщество, оно очень слабое. В тех сферах, кстати, где очень хорошие сильные ассоциации, там очень хорошие результаты в казахстанской медицине. Сегодня отношение общества, если выйти на улицу, провести соцопросы, естественно, я прекрасно понимаю, что, может быть, там большая часть общества скажет, что качество медицины страдает, и, допустим, врачей нельзя освобождать от уголовной ответственности. Если общество этого не понимает, в том числе в правительстве, я говорю о том, что когда Минздрав вышел с законопроектом об исключении нормы об уголовной ответственности за ненадлежащее оказание медпомощи, то правительство не одобрило это, в том числе Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел. Ну вот так было сказано на депутатских слушаниях. То есть, если нет консенсуса, то сам по себе такой закон, так сказать, он не решит проблему. Поэтому, в первую очередь, нужно ее открыто обсуждать с привлечением всех кругов общества. Нужно разъяснять, почему. Нужно изучить статистику, показать, в чем риски и инциденты. В заключении хочу поблагодарить всех врачей, которые честно и самоотверженно работают на благо здоровья людей. И таких, я уверен, немало. Остальным же хочу сказать. Подумайте, однажды вы сами можете стать пациентом псевдоврача, и последствия могут быть неутешительны. Ну а мы с вами встретимся уже завтра. Обещаю, что будет интересно. Так что не пропустите очередной выпуск прямо по Кунаево. И обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых интересных и важных событий. И не забудьте поставить лайк. Нам очень важно знать, что то, что мы делаем, не бесполезно. Пишите в комментариях, о чем хотите поговорить. Вместе у нас обязательно получится хотя бы что-то, изменить к лучшему. До скорого.